SCP-1721. Раскрутившиеся писатели. Класс объекта безопасный. Особые слои содержания. Все известные экземпляры SCP-1721 следует хранить в выложенном пенным материалом ящике в избежании неконтролируемого движения объектов. Указанный ящик следует содержать в стандартной сейфовой ячейке для безопасных объектов зоны 19. Все сгенерированные в ходе индивидуальных опытов тексты следует записывать файл расшифровок SCP-1721. Зачеркнутый текст. Результаты процесса colon следует вносить файл расшифровок особой важности SCP-1721-A. Конец зачеркнутого текста. Пересмотр условий. Си-97-2. В избежании дальнейшего спонтанного рассекречивания запрещается проводить одновременное исследование двух или более экземпляров SCP-1721. Все исследования по процессу COLE приостановлены на неопределенный срок. Также запрещается объединять SCP-1721 в группы вне пределов ящика для их хранения. Описание SCP-1721. Набор из трех волчков, изъятых агентом В. Засекречена у уличного фокусника в Сиэтле в 1973 году. Если SCP-1721 раскрутить на поверхности, пригодной для письма, объект начнет выводить на ней черными чернилами аномальные сообщения. За 237 опытов SCP-1721 не повторил ни разу, написав при этом более 300 тысяч строк текста. Все три экземпляра SCP-1721-1-2-3, будучи раскрученными, не останавливаются, несмотря на силу трения о поверхность и сопротивление воздуха. Однако остановить их вращение не сложнее, чем застопорить обычный волчок. У каждого экземпляра имеется свой стиль письма и избранная тема, сохраняющаяся от опыта к опыту. SCP-1721-1 Текст, создаваемый SCP-1721-1 с момента постановки на содержание, имеет форму повести на русском языке в стиле, характерном для авторов XIX века. Хотя сам текст не соответствует ни одной из известных книг той эпохи. SCP-1721-1 начал работу над текстом вскоре после обнаружения. На сегодняшний день им создано 87 глав, более 400 тысяч слов. Им останавливаться он, судя по всему, не собирается. Неизвестно, считается ли объект свою повесть или переписывает уже существующие произведения. Повесть под названием «Жена чиновника» описывает тяготые лишения Екатерины Петровой, молодой женщины, недовольного жизнью чиновника, работающего на незначительной должности в Санкт-Петербурге в 1890 году. Чиновник по имени Геннадий Арсеньев, которому надоел его низкий ранг и монотонная семейная жизнь, ввязался в интригу с живущей неподалеку художницей. По мере расшифровки текст дописывается файл SCP-1721 и доступен для прочтения всеми заинтересованными лицами. SCP-1721-2 SCP-1721-2 в мельчайших подробностях передает мысли и внутренний монолог случайным образом выбранного человека, находящегося поблизости. Согласно исследованиям, область действия SCP-1721-2 ограничивается примерно тремя метрами. Если в указанной области никого нет, волчок вращается на месте пока в области действия, кто-нибудь не появится, после чего снова принимается за письмо. Младший научный сотрудник УЗА Секречна рассчитывал применить объект в качестве инструмента для допроса, но эксперименты на людях выяснили несколько факторов, создающих в этом плане серьезные препятствия. Настроить объект на нужного человека достаточно просто, но SCP-1721-2 записывает все его мысли, как сознательные, так и подсознательные, порождая невнятные и бессвязные нагромождения слов. Для обработки полученного результата требуется значительное усилие, и в целом такой метод допроса менее эффективен, чем стандартные методы. Тем не менее, ведется разработка программного обеспечения для перевода создаваемого SCP-1721-2 текста в читаемый вид. На пробных испытаниях во внутреннем монологии подопытных часто встречается упоминание «Удалено», однако данную личность подопытные никогда не видели и видеть не могли. SCP-1721-3 Имеет два режима работы, и оба бесполезны. Объект выдает либо бессмысленные советы, либо указания, на первый взгляд очень дельные и уместные, но на деле ведущие к пагубным последствиям. Советы всегда относятся к роду деятельности раскрутившего волчок, хотя род занятий всех сотрудников фонда объект определяет, как работает на фонд, и не точнее. Даваемые SCP-1721-3 советы могут быть как убедительно обоснованными, так и вовсе неразборчивыми. Какой-либо закономерности в поведении объекта не замечено. Согласно докладу оперативника Веза Секречна, до постановки на содержание данный объект выдавал своему хозяину все более нелепые идеи новых фокусов. С момента постановки на содержание объект генерируют абсолютно непригодные предложения по условиям содержания объектов, как настоящих, так и воображаемых, время от времени переключаясь на убедительно выглядящие, но одинаково пагубные советы для научных сотрудников и агентов, которые контактируют с объектом. Попытки использовать данный объект для выявления провальных планов на ранней стадии также провалились, так как не существует известных способов сфокусировать внимание объекта на той или иной теме. Поэтому невозможно в нужный срок получить список действий, которые следует избегать. Сотрудникам рекомендуется не обращать внимания на советы объекта, как бы убедительно те не выглядели. Прочие свойства. Текст, созданный в процессе Коула, может быть как художественным, так и документальным, например, в виде счетов от телефона компании или свидетельств о рождении удалено и других сотрудников фонда. В качестве примера можно привести набросок рисунка доктора Дж. Секречна на фоне его собственного дома. По полную расшифровку генома неизвестного вида птиц. Инструкции по уходу от внимания службы охраны президента США и последующему убийству Спира Агню. Вице-президент США с 1969 по 1973 г. умер в 1996 г. Имеющихся данных по процессу Коула недостаточно для установления закономерностей в этом режиме работы объекта. В этом режиме, в отличие от поведения SCP-1721-3, результаты процесса в основном точны и осмыслены. Всем результатам процесса Коула автоматически присваивается гриф для служебного пользования третьего уровня с соответствующим определением доступа. Более подробная информация приведена в протоколах исследования Коула. Механизмы процесса выбора SCP-1721 темы, а также источник, из которого объект берет сведения, остается неизвестным. Зачеркнутый текст. Доктором Дж. Секречна рекомендовано проведение дальнейших исследований. Конец зачеркнутого текста. Приложение. Инцидент Коул-089. SCP-1721 сгенерировал текст ориентировочно являющейся транскрипцией разговора на сексуальной темы между младшим научным сотрудником Уза Секречна и женой руководителя зоны Каза Секречна. Оба упомянутых сотрудника при этом присутствовали. В ходе последующей стычки эксперимент был сорван, а несколько созданных объектом материалов оказались подвержены. Повреждены. Напоминаем научным сотрудникам, что порождаемый SCP-1721 текст может вызывать те или иные эмоции, но это не оправдывает непрофессионального поведения в ходе исследований. Инцидент Коул-097. SCP-1721 начал работу над объемным материалом под названием «О нарушении условий содержания», в котором в мельчайших подробностях описал различные данные удалены и способы противодействия им. В особенности касательно SCP-Засекречна, доктор Джасекречна объявил экстренное прекращение исследования и уничтожил Засекречна страниц, полученного в ходе этого опыта материала. Но в свете этого инцидента процесс Коула считается недопустимой угрозой безопасности зоны. Исследования процесса приостановлены. Обновленные условия содержания приведены в графе «Пересмотр условий C-97-2». Продолжение следует...